Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. В режиме правды депутат Палаты представителей пообщался с активом Бобруйска. Каждый человек, живущий в Беларуси, должен сейчас осознавать, что он является участником исторического события. Когда начнется общественное обсуждение нового проекта. Награда за бессонные ночи. Когда вот они спят и приходишь поправить одеялко, для себя понимаешь, что это самое настоящее счастье. Жительницам Первомайского района вручили Орден Матери, как это было. Память в деталях. Горожанка создает шедевры скраббукинга. Адвент-календарь. Идеальная упаковка для маленьких подарков. Что внутри ячеек. А также главная елка, дополнительные скидки и холодная неделя. Синоптики в ближайшие дни обещают снежную и морозную погоду, что принесет январь. Большая радость для маленьких жителей. Президент посетил главную елку страны в рамках благотворительной акции. Наши дети связывают уже два поколения белорусов. Александр Лукашенко отметил этой доброй традицией более четверти века. И сейчас на новогоднем представлении в Дворце Республики могут быть и родители, которые сами были здесь еще малышами. Для меня как президента быть здесь это тоже своего рода подарок. Это возможность на мгновение отвлечься от политических дел, иногда не очень приятных. И вместе с вами окунуться в мир детства. Мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и самое главное чудесам. Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта «Наши дети» каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что бесконечно он дорог и нужен в своей родной стране. На празднике почти две с половиной тысячи ребят. Это те, кто остался без родительской опеки, дети из многодетных семей, воспитанники кадетских училищ, победители олимпиад и конкурсов. Им показали шоу «Волшебная сила». Ничего, кроме правды. Известный белорусский политик Олег Гадуйкевич пообщался с активом Бобруйска. Встреча прошла в областном театре драмы и комедии. Основой разговора стал новый проект Конституции. Но предсказуемо диалог вышел далеко за рамки главного закона страны. Беженцы, геополитическая обстановка вокруг Беларуси. Общение длилось почти два часа. Даже после окончания люди лично хотели задать вопросы депутату. Это на самом деле не формальность, а реальная возможность поучаствовать в будущем своей страны. Это главное. Ну и, конечно же, рассказать правду о политической ситуации внутри страны, вокруг страны, услышать людей. Это цель визита. И я убежден, что такие встречи очень важны. Люди чувствуют, что они нужны. Люди чувствуют, что они участвуют в этом. Каждый человек, живущий в Беларуси, должен сейчас осознавать, что он является участником исторического события. И от него зависит на самом деле будущее страны. Проект Конституции призван ответить на все запросы общества в экономике, политике и социальной сфере. Напомним, уже прошло финальное совещание у президента. Теперь общественное обсуждение, которое должно стартовать со дня на день. Его итогом станет окончательный текст. И только после всех этих процедур пройдет референдум. Подготовка уже началась. Мимо полосы, накануне в Бавруйске, машина сбила дорожный знак. Авария произошла в 4 часа дня. Опель Мерива поворачивалась Октябрьской на Минскую. Из-за невнимательности водитель наехал на разделительную полосу. Авто причинены механические повреждения. Обошлось без пострадавших. Детская вакцинация, минимальная зарплата и зимние забавы. ГАИ призывает выбирать безопасные склоны для катания на санках и тюбингах. О чем нужно помнить. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси начали вакцинировать детей против COVID-19 китайским препаратом Верацел. Медики рекомендуют делать антиковидный укол с 12 до 17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо дать письменное согласие. В случае, если ребенок переболел коронавирусом, прививать его разрешено не ранее, чем через 6 месяцев и при отсутствии противопоказаний. В Беларуси с 1 января увеличится минимальная зарплата. Сейчас она выросла с учетом индексации до 418 рублей 14 копеек. С нового года сумма достигнет 457 рублей. Основной приоритет и задачи на 2022 для правительства – рост благосостояния населения. Консолидированный бюджет сохранит социальную направленность. Крупные торговые организации подпишут соглашение с правительством, согласно которому будут предоставлять скидки на значимые товары для социально уязвимых групп населения. Механизм заработает примерно в середине января. Сейчас жесткое регулирование цен касается 29 позиций. Среди них мука, перловка, хлеб, свинина, куры, молоко, сметана, сахар, некоторые фрукты и овощи. ГАИ призывает выбирать безопасные склоны для катания на санках и тюбингах. Следует обратить внимание, чтобы съезд не выходил на проезжую часть. Это горки, расположенные на закрытых для транспорта территориях, школьных дворах, парках, стадионах. Во время зимних каникул родителям нужно напоминать детям о простых правилах поведения на улицах и возле дороги. В Беларуси в ближайшие дни ожидается морозная и снежная погода. На вторник прогнозирует метель и сильный ветер. Температура ночью от 8 до 15 ниже нуля. Днем до минус 10 градусов. Стоит быть особо внимательными водителям и пешеходам на дорогах гололедица. К слову, 1 января синоптики обещают нетипичное тепло. Днем будет до плюс 6. Время добрых дел. Молодежный парламент при Могилевском областном совете депутатов подключился к акции «Наши дети». Дед Мороз и Снегурочка заглянули в гости к 12 многодетным семьям Первого майского района. Ольга Васенда о том, как это было. Многодетная семья Прокопчика готовится встречать необычных гостей – Деда Мороза и Снегурочку. И это неспроста. В этом доме верят в сказочного волшебника, всегда с нетерпением ждут Новый год и вместе украшают ёлку. А под бой курантов обязательно загадывают желание. Мне позвонила Снегурочка и сказала, что они с Дедом Морозом придут к нам в гости поздравлять с Новым годом. Гости не заставляют себя долго ждать. В два часа дня в дверь раздается звонок. На пороге те самые сказочные персонажи. С собой мешок подарков, но для начала Дед Мороз просит спеть песню или рассказать стих. Дети подготовились. А подарок? Да, кто у нас ещё? Дед Мороз и Снегурочка отправляются дальше. В списке 12 семей Первомайского района. Праздничное настроение малышам дарят члены молодёжного парламента. Совместно с Могилёвской областной ассоциацией местных советов депутатов. Здорово, что такая акция проводится ежегодно и что к этой акции присоединяются также много организаций. Акция «Наши дети» – это не только конфеты. С каждым днём к ней подключается всё больше неравнодушных белорусов. Посещают интернаты, развивающие центры, многодетные, опекунские и приёмные семьи. Благотворительное движение продлится до Старого Нового года. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Дети – это счастье. В Бобруйске многодетным вручили орден матери. Церемония прошла на базе 84-го детского сада. Госнаграду заслужили три бобручанки и жительницы Первомайского района. Все женщины воспитывают пятерых детей и сейчас находятся в декретном отпуске. Конечно, дети – это и забота, и хлопоты, и труд. Но когда вот они спят, и приходишь поправить одеялко, для себя понимаешь, что это самое настоящее счастье. А для себя лично я вижу своё продолжение в каждом из них. Это как бы самый цвет нашего Первомайского района. Именно многодетные матери, которые не только родили, но и ещё очень огромное… внесли огромный вклад в воспитание своих детей. Для героинь цветы и слова благодарности, для малышей – сладкие подарки. Поздравили гостей с наступающим Новым годом и сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка. Хендмейд – тренд последних лет. И скраббукинг – одно из самых известных направлений. Милые открытки, оригинальные, неповторимые фотоальбомы, необычные композиции. Такие творения под силу бобруйской мастерицы. Карина Гуревича – в варианте новогоднего подарка. Скраббукинг – это про альбомы. Свадебные, детские, семейные. У Елены Герасченко к ним особое отношение. Каждую страницу можно рассматривать часами. Внутри десятки тончайших деталей – ленточки, блёстки и даже фонарики. Но куда важнее память, которую хранят фотокниги. Всё в основном у нас где-то в памяти, на флешках, в компьютере. А если это всё сломается? А если полетит память? И восстановить очень сложно. Поэтому, конечно, я всегда говорю, что те фотографии, которые сохранились и которые можно хранить в альбомах, они, наверное, вечно. Каждый день на хобби у мастера уходит по несколько часов непрерывного труда. Особенно усердно приходится работать перед новогодними праздниками. Но женщина любит удивлять своих близких, друзей и коллег необычными подарками. Адвент-календарь – идеальная упаковка для маленьких подарков. Ящички можно открывать на протяжении 16 дней. В каждой ячейке – новогодний сюрприз. К примеру, можно положить кулон или сладость. Елена признаётся, для работы обязательно должно быть правильное настроение. Без него ничего не выйдет. Панно, открытки, шкатулки, миниатюры – всё это требует большой отдачи. От идеи до выбора материалов. Самый материал ходовой у меня – это картон. Правда, я вам показываю маленький листик, а у меня он 100 на 70. Кож замвивела итальянский. Либо же это замша идёт, либо это ещё какой-то идёт заменитель кожи. В этой творческой мастерской нет одинаковых работ. Одни страницы состарены, другие украшены металлическими и деревянными деталями. Но дело не только в оформлении. Мастер вкладывает душу в каждую мелочь. Такой хендмейт может стать отличным подарком к Новому году. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бабруйск, 360. Это всё и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова